И снова здравствуйте, мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. И сейчас мы по скайпу будем говорить с Валерием Соловьем. Это человек известный, он историк, политический аналитик, политолог. И звоним мы ему прямо в Москву. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила, рад вас видеть и слышать. Мы тоже очень рады, что все-таки нашлось у вас немножко времени для нас. С удовольствием, да. Ну, вам как к историку. Первый же вопрос, ну, главный, наверное. Вот прошло практически полгода после прихода к власти, очередной раз прихода к власти Владимира Путина. И будет ли этот срок последний или просто следующий, пока, я думаю, вам там виднее, конечно, в России. Вот. Но уже, может быть, сейчас можно понять, какой будет политика Путина в ближайшие годы. Может быть, основные тенденции, направления. Вот вы же наверняка для себя уже составили какое-то представление. Вот поделитесь, пожалуйста, с нами. Нам-то чего ожидать? И миру чего ожидать? И вы сами чего ждете? У меня нет сомнений в том, что этот срок Путина будет последним. И что главное содержание этого срока, с его точки зрения, с точки зрения президента, должно составить приготовление условий для транзита власти, для транзита системы. Речь идет не столько о выборе преемника, потому что найти второго Путина невозможно. Тот Путин возник в уникальной политической ситуации при наличии уникального запроса. Речь идет скорее о том, чтобы сохранить основы системы и интересы, обеспечить интересы главных бенефицаров этой системы. Это довольно небольшого, кстати, круга людей, которые составляют твердую и последовательную опору Путина во всех отношениях. И то, что происходит, показывает, что подготовка началась, но ощущение, что это все идет крайне неудачно. Крайне неудачно в силу целого ряда обстоятельств, накопившейся усталости общества, резкого ухудшения, очень прогрессирующего, но сейчас оно стало резким ухудшением экономической и, главное, моральной ситуации. Вот эта вот пенсионная реформа, она для нас похлеще, чем повышение цен на газ для вас, поверьте. Я не встречал ни одного события в России последних 15-18 лет, которое бы вызывало такое массовое всеобщее отторжение и ненависть. И что происходит? Стало меняться очень быстро, быстрее, чем я думал, сознание людей. То есть их отношение к власти, персональное к президенту, оно не стало отрицательным. То есть это не отвержение Путина, но это явно очень критическое отношение к нему и сильное раздражение. В первую очередь в связи с пенсионной реформой. Второе, что уже заметно и стало происходить, это изменение политического поведения. Это проявилось в частности в голосовании на региональных выборах, где в четырех регионах второй тур. А фактически, как мне говорили люди, которые встроены в центр процесса, что власть проиграла еще четыре региона. Но там удалось компенсировать с помощью разного рода ухищрения и административного давления. То есть люди реагируют крайне негативно на происходящее. Пока эта реакция находится в вполне таких легитимных рамках и легальных. Ну, голосование на выборах, ну что легальные можно придумать. Но у меня ощущение устойчивое, я говорил об этом не раз и там полгода назад, что через год приблизительно, то есть в конце 19-го, мы столкнемся с более радикальными разновидностями и более массовыми разновидностями протеста. И поэтому я уверен, что осуществить сценарий транзита системы в России не удастся. Будет очень серьезное давление снизу, я о внешнем не говорю, очень серьезное давление снизу. И те сценарии, которые задуманы, их несколько прорабатываются, скорее всего, мое личное убеждение, что они не имеют шансов реализоваться. Естественный вопрос, который себя с этим задают, а не возникнет ли соблазна осуществить некую внешнеполитическую акцию с тем, чтобы поднять рейтинг? Уверен, что нет. Потому что запас исчерпан. То, что можно было сделать в 2014 году, ни в 2018, ни в 2019 уже не получится. Честно говоря, давляющее большинство граждан России не интересуется даже происходящим в соседней Украине. А уж Сирию вообще бы они хотели забыть, ничего о ней не знать. Потом, ну куда идти? В Белоруссию? Это было бы крайне странно. Казахстан, там есть другие проблемы. У Казахстана есть некий протектор в лице Китая. Начинать войну в Украине, массированную войну, ну, теоретически бы это можно было, но дело в том, что у Украины есть армия уже. У нее есть вооруженная сила. Четыре года назад их не было. Сейчас они есть. Конечно, российская армия гораздо сильнее, но потери в этом случае оказались бы для России неприемлемыми. Просто неприемлемы. Я уже не говорю о международной реакции. И главное, что бы мы добились? Ну вот там, скажем, условно вышли Крыму, пробили бы коридор. Ну и что? Как это бы повлияло на положение внутри страны? Никак. Поэтому, с моей точки зрения, Россия может использовать угрозу как некий внешнеполитический инструмент, но этот инструмент действует, пока он не прибегает к реализации. Вы же хорошо знаете это, как в детстве. Я сейчас тебе больно дам, это работает гораздо лучше, чем если я тебе на самом деле дам. Потому что неизвестно, какой ты получишь отпор. Я уже не говорю о том, с какой силой ты ударишь. Насколько ты сам силен. Поэтому я не ожидаю ничего экстраординарного во внешнеполитических отношениях. И не ожидаю, что что-то изменится в российско-украинских отношениях. Ну уж точно не до выборов. До выборов точно ничего меняться не будет. Россия возлагает ставку на то, что на выборах Украине придет новый человек победить. И считает, что с Тимошенко было бы легче иметь дело. Потому что есть опыт уже отношений с ней, в том числе опыт экономических отношений. Я не уверен, что это мнение точное. Что с Тимошенко будет иметь дело легче. Может быть психологически будет легче. Но политически совсем не легче. Потому что любой украинский президент, Порошенко, Тимошенко, кто бы ни был, он будет ограничен общественным мнением. И характером российско-украинских отношений. Но так или иначе, в случае появления нового президента, может быть дан какой-то рестарт российско-украинским отношениям, психологическим отношениям. То есть сделаны какие-то символические шаги друг навстречу другу. Допустим, обмен пленными всех на всех. Расширение гуманитарного сотрудничества относительно Юго-Востока Украины, относительно Донбасса. Сами переговоры, вне зависимости от того, к чему они приведут, скорее всего, ни к чему не приведут в принципиальном плане, они могут трактоваться как некое смягчение отношений. Вот такого сорта вещи, они, я думаю, могут смягчить климат в российско-украинских отношениях, которые сейчас, в общем, заморожены. На самом деле, де-факто существуют экономические связи, де-факто есть миграция людей, но на поверхности это ужесточение. Это не просто даже замораживание, ужесточение. И я думаю, что если этот процесс будет хотя бы остановлен, это будет во благо. Другое дело, что решительных сдвигов, я думаю, что и при новом украинском президенте не произойдет. Здесь надо бы, чтобы и у России появился новый президент. Тогда мы можем рассчитывать на какие-то решительные сдвиги в российско-украинских отношениях. Но в любом случае, кто бы ни был президентом в России, вопрос о Крыме здесь будет считаться закрытым. При любых раскладах? При любых, при любых президентах. Даже если представить себе фантастическую ситуацию, что власти в России приходят абсолютно либерально мыслящие, либерально настроенный человек, он в силу внутренних ограничений, он никогда не сможет вернуться к вопросу о Крыме. Могу сказать, что, насколько я знаю, на Западе в этом себе отдают отчет. И говорят, что Донбасс – это одна история, а Крым – это другая. Крым считается перевернутой страницей. Ну и теперь сразу по ходу несколько вопросов уже возникло. Вот вы, когда стали говорить, что власть прорабатывает или окружение Путина, или сам Путин прорабатывает некоторые, несколько сценариев поиска пути трансформации, или передачи власти. А вот уже можно сейчас говорить, известно какие-то, что это за сценарии, или еще нет? Ну, самое естественное и примитивное – это передача власти преемнику. Но, как я уже отметил, второго Путина найти не удастся. Во-первых. Во-вторых, преемник ни в коем случае не должен быть военным или офицером госбезопасности. Потому что российское общество напушилось в сильные руки. У него есть очень мощное психологическое вторжение. Да, по поводу корречности. Поэтому речь идет о изменении структуры власти, организации власти. Скажем, переход от суперпрезидентской республики, как в России сейчас суперпрезидентской, к парламентской республике, где больше власти окажется в руках некоего нового органа, госсовета, во главе которого, может быть, будет формально находиться Путина. Ну, формально и фактически. Президент при этом сохраняется, но его роль будет скорее символическая, ритуальная, декоративная. Есть еще вариант. Там, сведение поста вице-президента. В этом случае президент уходит в отставку досрочно, а выборы не объявляются, поскольку есть вице-президент, который находится в офисе до окончания срока президентской полномочии, то есть до 2024 года. Насколько я знаю, в решающую стадию протез транзита должен вступить в 2020-2021 годах. Я имею в виду, может быть, не столько фактический транзит, сколько закрепление некой юридической рамы. А может быть и фактический транзит. Ощущение, что его хотели бы осуществить до 2024 года и до 2023, то есть до окончания формальных полномочий президента Путина. Я несколько раз слышал 2020-2021 год как решающее осевое время российской путинской политики. Так это назовем красиво. Потому что некоторым министрам кабинета, когда это назначали весной 2018 года, им сказали, что приходите на 2-3 года, запомните. Это очень интересно. Поэтому в любом случае 2020-2021 год окажется, видимо, предполагается, что они будут важной очень счастью в российской политике. Возможно, исторической. Кто сейчас занимается Украиной? У нас тут же многие говорили о том, что Суркова практически может уйти. Потом все там переформировалось с администрацией президента. Поменялись там структуры департамента. И многие говорили о том, что снова Сурков вернулся, и он силен как никогда. Расскажите, что же там на самом деле происходит? Нет, слухов настолько много, и они настолько противоречивые. Причем эти слухи питаются действительно противоречивыми импульсами политики. Потому что Сурков в самом деле собирался ухагивать, его хотели отправить в отставку, но заменить его неким. Он очень такой умелый, византийский вельможа-интриган. В России, кстати, дефицит такого сорта людей, именно умелых интриган. Поэтому он остается на этом направлении. Но судя по тому, что произошла реорганизация штата, соответствующего управления администрацией президента, его возможности сократились. Естественно, военные очень сильно влияют. И ФСБ, это служба безопасности, они влияют очень сильно на это. Ну и отвечают традиционно за экономическую часть, за министра экономики. Я запамятовал его фамилию, но он на этом направлено несколько лет. И считают, что он довольно успешно справляется. Дело в том, что сейчас от Суркова-то ничего не зависит. Политические отношения заморожены. И они не будут размораживаться до президентских выборов в Украине. Просто делать нечем на этом. То есть Сурков может курировать условно состояние дел внутри Донецкой народной республики, самая провозглашенная. Но не более того. Но поскольку там задействованы, помимо каких-то политических расчетов, еще очень серьезные нелегальные экономические интересы, то там есть другие бенефициары. Что сейчас ДНР и в меньшей степени ЛНР это контрабандный плацдарм контрабанды. И коридор контрабанды, кстати, через территорию Украины на территорию России. Это, в общем, не является особым секретом. Я думаю, для вас, естественно, тоже. Там очень серьезные экономические интересы, отдельный групп влияния. И разобраться в этом, насколько я знаю, практически невозможно. Или очень сложно. Единственное, о чем я могу судить более или менее достоверно, по военным каналам, тем, кто там находится в окопах, на военных полициях, передают, что мы вас не бросим, все будет в порядке. Россия вас не бросит. Но мне постоянно пишут те люди, которые участвовали в военных действиях на стороне ДНР и ЛНР, именно выходцы, жители этих территорий, которые были добровольцами. Ну, действительно, таких было немало. И они мне пишут следующие письма, что мы бы очень хотели реализовать Семенских соглашений, и главное, пункт, это обомысти. Потому что мы не очень доверяем устойчивости России. И я думаю, что они мыслят стратегически правильно, поскольку в случае серьезного кризиса политиков в России, Россия не будет там поддерживать военное присутствие, не будет оказывать никакой политической поддержки. Поэтому, с точки зрения интересов людей, которые там, с точки зрения, может быть, и долговременных интересов России, стоило бы сейчас задуматься о заключении неких международных соглашений и концепции возвращения Донбасса к мирной жизни. Я не знаю, будет ли в результате он возвращен Дону Украины. Я не очень уверен, что украинский эстеблишмент, да и значительная часть украинского общества, этого хотел бы. И в этом, мне кажется, трагедия, весь трагизм ситуации, что Донбасс оказался не нужен ни России, по большому счету, но используя его как карту в игре. Ни, в общем, по большому счету, в Украине, и, по крайней мере, значительной части Украины он не нужен. И украинский эстеблишмент тоже использует его как карту в своей игре. А в результате, сколько там, треть населения покинуло этот регион. Валерий, нам тоже одно время казалось, что переговоры с Суркова-Волкера заморожены. Но вдруг сегодня, совершенно неожиданно, появилась информация вот такого содержания. В скором времени может состояться очередной раунд переговоров Владислава Суркова и Курта-Волкера. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Передает и Тартас. И, как ни странно, не буду все читать, но переговоры должны быть... Это будет эффективная встреча, сказал посол. Я, честно говоря, нисколько в это не верю. Я думаю, что это результат того вербального давления, которое, в частности, Волкер, человек весьма влиятельный, оказал на Россию. Сказал, что мы будем теперь вводить санкции еще не каждые полтора-два месяца. И Россия решила сделать шаг навстречу. Ну что, мы же готовы, открыты к сотрудничеству. Давайте договариваться. Но я очень хорошо знаю, так сказать, изнутри, как это все выглядит, как идут переговоры сами. И там нет сдвигов даже микроскопических. То есть стороны встречаются, там американцы принесли какие-то предложения о российской санкции. И как это интересно. Ну хорошо, очень интересно. Но вообще вот у нас такие вот условия. Вот такие, такие, такие. То есть это переговоры для того, чтобы продвинуться вперед. Для того, чтобы продемонстрировать якобы гибкость и договороспособность. По крайней мере, похоже, с российской стороны дело обстоит таким образом. Но ничего в действительности Россия не хочет решать, о чем серьезно договариваться, еще раз подчеркну, до подведения итогов президентских выборов в Украине. То, что происходит в Азовском море. Вот вчера в Евросоюзе назвали это просто аннексией такой не военной, но аннексией Азовского моря. И в Евросоюзе даже решили назначить своего представителя, который бы занимался этими вопросами. Вот это вы как это называете? Ну, если Россия де-факто закрепляет там свои позиции, свое даже не лидирующее бы фактически монопольное положение, и Евросоюз и Украина, скорее всего, на это никак повлиять не станет. В данном случае Россия руководствуется военной логикой, а военная мысль это очень просто. Если там есть стратегическая пустота, мы ее должны занять, чтобы ее не заняли другие. Это я вам просто изложу буквально доподлинно их логику, которую я не раз слышал. То есть, что там будет, какие последствия, это их не очень занимает. Это вопрос для политики. Они говорят, там есть пустота стратегическая. Там есть, значит, если пустота, это фотосоциальная угроза. Мы должны эту пустоту занять и контролировать. Все. Ну, такие дела. Встреча Путина и Трампа вызвала, я так понимаю, много реакций в России, в Штатах, конечно. Но вот приближается вторая встреча. И многие говорят о том, что это будет полноценная, двухсторонняя встреча во Франции, я так понимаю, что вот уже совсем в ноябре, в начале ноября, на событиях, которые будут посвящены окончанию Первой мировой войны. И в этой связи же очень интересна возможная отмена договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Вот, какие прогнозы у вас на встречу-то Путина с Трампом? Да я ничего от этой встречи не ожидаю, потому что я не вижу никаких признаков того, чтобы готовились хоть какие-то договоренности. Никакой проработки нет. Вообще. Ну, совершенно точно, я могу сказать. Не явно, не тайно, потому что если бы сюда приезжали какие-то американские эмиссары или наоборот российские в Италии в Вашингтон, в Нью-Йорк, ну, информация об этом просаживается. Ну, а Болтон, а Болтон же у вас вот ужинал недавно, это слабо. Ну, какой, какой, это помощник президента по нас безопасности. И то этот визит раструбили в Российской Федерации, вот смотрите, и там он встретился. То есть тем, это делает только в отсутствии вообще контактов, понимаете, выделяет такое внимание. В общем, я бы сказал, не такому уж важному визиту. Поэтому встреча, скорее всего, состоится. Единственным ее содержанием, предметным, может стать как раз обсуждение договора по ракетам средней и малой дальности и договора СНВ. позиции России следующая. Она понимает, что выход США из договора по ракетам средней и малой дальности неизбежен. Мы к этому готовились, мы это, Российская Федерация. Но попытаться договориться о том, чтобы минимизировать последствия. Ну, скажем, ракеты размещаются и в Европе, но без ядерных боеголовок. И это не в таком количестве. То есть это фактически было бы продолжение действия договора в модифицированном виде вне его формальных рамок. Вы понимаете, да? Скажем, мы с вами не имеем каких-то юридических соглашений, но мы находимся в каких-то конвенциях не писанных. И мы эти конвенции соблюдаем. Это первое. Второе – это договор СНВ. В России было бы важно его сохранить. Кстати, Америке тоже. Американские военные, в общем, за то, чтобы они небольшие сторонники, кстати, выхода из договора по ракетам средней и малой дальности или хотя бы призывать крайней осторожности при выходе. Вот об этом, я думаю, пойдет речь. Все остальное будет упомянуто. Будет упомянуто Сирия, будет упомянуто Украина и Донбасс. Но позиция России же ни на йоту не изменилась. Позиция Соединенных Штатов тоже. И такой подготовки ни к чему не было. Другое дело, что встреча президентов, даже если она не принесет, а скорее всего она никаких результатов серьезных не принесет и принести не может, она может быть важна в том отношении, что они накрутят своих бюрократ. Скажут, слушайте, ну что-то делайте в конце концов. Давайте там создадим группу экспертов. Об этом говорилось в Хельсинки. Есть даже формальная глава группы с американской стороны. весьма в высшей степени деленный человек стратегически мыслящий. Давайте вот сделаем так, чтобы эта группа заработала. Ну вот скажем такого сорта вещей. Оживить контакт на экспертном уровне, на неформальном уровне, потому что сейчас контакты минимальны. Могу сказать, что в этом смысле в отношении контактов ситуация хуже даже, чем в годы холодной войны, потому что тогда были неформальные контакты. Сейчас их практически нет. Это признают что русские, что американцы. И это, как вы понимаете, повышает риски резко. Вот такого сорта вещи. Они не являются судьбоносными, не являются прорывными. Они необходимы просто для нормального взаимодействия между государствами, вне зависимости от того, какой будет результат этого взаимодействия. Поэтому я сказал, что мой взгляд такой реалистический, скептический. Точно никто не поделит во время этой встречи. Вот, Валерий, вы сказали, что Россия готовилась к отмене этого договора. Почему? Да. Почему готовилась? Почему это было ожидаемо? Потому что этот договор только между двумя странами, между Советским Союзом и Соединенными Штатами и Россией как правоприемницей Советского Союза. Другие страны в этот договор не вступали, в частности Китай. Для России наличие таких ракет является важным фактором сдерживания Китая. То есть мы вынуждены были их разрабатывать, поскольку это связано с защитой национальной. Вот не в Европе, не думайте, да, там. Ну, уж раз мы это стали делать, отношения между Россией и Западом в целом резко ухудшились, начиная с 2014 года, резко, то почему бы не использовать эти ракеты как некий фактор символической угрозы, что у нас есть такая возможность. Американцы тоже искали пути выхода и обхода этого договора, это не секрет. А им-то зачем? А им-то зачем? Это же военные. Военные всегда ищут возможность это совершенно другая логика, не очень понятная нам с вами. Надо с ними говорить, да, и когда вы говорите, вы с удивлением обнаруживаете, что это совершенно другой тип мышления, но профессиональный. Что если есть возможность, надо ее использовать, потому что есть потенциальные угрозы. Мы должны предусматривать, мы военные, все потенциальные угрозы, на все отреагировать заранее. Поэтому, в общем, все дело шло к тому, что договоры будут нарушены. И, кстати, если не ошибаюсь, в 2007 или 2008 году сам Путин говорил о том, что мы в одностороннем порядке, мы, это Россия, можем выйти из договора. То есть американцы всего лишь на все повторяют то, о чем в свое время говорили мы. Но мы тогда это использовали как угрозу, надеясь, что ее не придется реализовать. Но понятно было, что подготовка к этому уже идет. Раз было сказано это публично. Поэтому это не будет фактором, который изменит баланс Европе. Конечно, Европу это напугает, это повышает риски, но я думаю, что и США, и Россия будут эти риски учитывать, а постараются все-таки успокоить европейцев. Для России это все очень неприятно в том смысле, что это истощает экономику. Наша экономика не очень большая, это меньше 2% мирового ВВП, то есть 12-13 раз меньше американской экономики. Ресурсы России несопоставимо меньше ресурсов Советского Союза, и вы помните, что Советский Союз той гонки вооружений в общем не выдерживает. Для России гонка вооружений даже меньших масштабов является очень чувствительной, я бы даже сказал неприемлемой. Тем более, что мы и так тратим на Донбасс, на Сирию, туда-сюда, и треть бюджета уходит на силовые структуры, это чересчур. Это чересчур. Такая слабая экономика, как российская, просто такого груза выдержать не в состоянии. Ну вот вы сказали, что Трамп и Путин учтут, что Европа будет волноваться о своей безопасности, а вот, например, Путин сказал, что после выхода США из договора о ликвидации Ракен мишенью станет Европа. Как-то он не очень успокоил европейских партнеров. А это любимый русский метод, угроза насилия, шантаж, угроза насилия, с тем, чтобы европейцы довели на Трампа. Ну вот. Да, но ее точно так же, точно так же Россия изменит свою тональность и свой регистр, да, скажет, ну что, мы совсем этого не хотим, но посмотрите, это же американцы выходят, то есть в этом смысле, конечно, российская позиция выглядит выигрышной. Это же не Россия нарушает договор, это американцы выходят. Поэтому чрезвычайно важно, я думаю, об этом они будут договариваться, что окей, мы выходим из договора, но мы постараемся его соблюдать. А если мы его нарушаем, то здесь, здесь и здесь и мы договариваемся, то есть это будет договор о том, как мы вместе нарушаем договор, понимаете, чтобы снять обеспокоенность, озабоченность Европы. И Европа будет сильное давление на своего океанского партнера оказывать, очень сильное. Вот силовой центр Европы. Раньше мы говорили Европу подразумевали Меркель, особенно последние годы. Изменилось ли что-либо, потому что у самой Меркели есть проблемы, она уже тоже практически, как в Америке говорят, хромая утка, то есть тоже готовится как-то отходить от политической карьеры. И в этом смысле быть ли Северному потоку-2? Евросоюз это такой тип организации, как говорят политологи, политии, да, которая все-таки отличается некоторой рассредоточенностью функции. И, хотя есть очень мощная бюрократия, нет сильного центра принятия политических решений. Бюрократы занимаются процедурой, они не принимают политические решения. А вот таких лидеров в современной Европе, которые бы видели будущее, то есть владали неким бизионерским даром, и находились бы на одном уровне с теми вызовами и угрозами, которые открываются сейчас, в Европе, видимо, нет. Это создает в дефицит политического лидерства, конечно, серьезную проблему для Европы. Это не значит, что Евросоюз будет развалиться, ничего подобного не будет, но он явно ослабил. Явно ослабил именно в отсутствии сильного политического лидерства. И Меркель ослаблена и внутри, потому что политика встречает нарастающее сопротивление самой Германии, и, знаете, очень трудно претендовать на европейское лидерство, если вам постоянно вонзают ножи в спину или недовольны ваши же избиратели в вашей политике. Что касается серного потока, это экономические интересы Европы, экономические интересы Германии, и я бы, знаете, это не очень популярная точка зрения, я бы не усматривал здесь особой геополитики даже. Европа в этом заинтересована, Россия в этом заинтересована. Другое дело, что идея серного потока, скажем, до 2014 года выглядела более экономической, сейчас она, конечно, выглядит геополитической, но само существо проекта от этого ничего не изменилось. Изменится контекст, придет время, через несколько лет политические отношения между Россией и Европой будут совершенно именны. И тогда будут говорить о том, что это экономические проекты, а не геополитические. Пострадает от этого Украина, да, я думаю, что она может понести какие-то потери. Ну, в общем, Украина это знала, она к этому готовилась. Я не вижу, честно говоря, в этом особой проблемы. Выдело, что всегда журналисты и политики будут превращать это, попорачивать тем боком, который выгоден. Это же понятно, особенно учитывая нынешний характер российско-украинских отношений. Валерий, недавно на Валдае Путин сказал, что достаточно успешной была операция России в Сирии. И некоторые эксперты, которые изучают Сирию, занимаются Ближним Востоком, сказали, что в принципе так и есть с точки зрения военных. То есть Россия решила на этом этапе все свои вопросы. Если ей удастся решить еще политические вопросы, то есть закрыть политические процессы и как-то стабилизировать Сирию, то тогда Россия даже может получить такое же влияние на Ближнем Востоке, как раньше Советский Союз. Действительно ли это так? И если это так, то может ли это быть использовано Путину в переговорах с Трампом для того, чтобы там как-то контролировать ситуацию на Ближнем Востоке? Что касается военной стороны дела, это оценка, мне кажется, справедливой. Хотя это стоило России больших усилий и большего времени и больших ресурсов, что предполагалось. Ну, в общем, к военному решению проблемы России я соприклилю. К окончательному военному завершению. Политическое регулирование невозможно без участия ряда стран. Это, кстати, естественно, Турция, это Саудовская Аравия, и это участие Евросоюза и участие Соединенных Штатов. И вот с этим проблема. Поскольку участники внешние, они настаивают на уходе Асада. Кстати, Россия была бы не против тоже, если бы Асад ушел через какой-то мирный процесс, но не в том, что Асад сам не хочет уходить. И это тот случай, когда хвост виляет собакой, ну или, по крайней мере, на эту собаку очень влияет. Асад может влиять на российскую полицию. Вот не укажу я и все. Теперь, что касается поэтому, я не очень верю, что сейчас политические решения будут достигнуты. Хотя, в принципе, модель его есть, и оно более или менее понятно. Но, фактически, это решение бы состояло в том, что Сирия была бы разделена на сферу влияния. Произошла, может быть, даже формальная континнизация. То есть, она бы оставалась формально целостным, суверенным государством. Но, фактически, скажем, в Воловицком анкваре подоминировала Россия, где-то, где курды, там, естественно, турецкие интересы, ну и тому подобные вещи. Но все, кто участвуют в этом процессе, ставят условия ухода. Да, не сразу, через год, через два, может быть, через три, но он должен уйти. Асад на ответ отказывается. Теперь давайте себе представим, что политическое решение все-таки найдено. Да, российские позиции тому крепятся, но дело в том, что эти позиции надо постоянно поддерживать ресурсы. То есть вкладываться, вкладываться, вкладываться и вкладываться. Что же значит? Восстанавливать сирийскую экономику в России и еще? Это Соединенные Штаты себе могли позволить вкладываться, и уже они не хотят. То есть Трамп поступает довольно мудро, он говорит, что нет у нас таких ресурсов, но он в Ирак как вложенный, а демократия в Ираке. Если русские хотят вкладываться в защиту суверенной целостность Сирии, пожалуйста, пусть вкладывается. У Соединенных Штатов здесь ни при чем. И поэтому это может стать просто истощением одним из каналов истощения еще раз почеркнув небогатых российских ресурсов. Тем более ни о какой нефти там речи не идет. Это не Ирак. В Сирии есть нефтью немного, никакие газопроводы никто через территорию Сирии никогда строить не собирался. Тому подобные вещи. Поэтому мы получим контроль. Но Россия ведь не сферодержава уже. Советский Союз был сферодержавой. Россия нет. У нее есть некоторые атрибуты сферодержавой, как-то ядерное оружие и членство в Совете Безопасности по своему экономическому весу никак не может на это соответствовать. Но нужно ли это России? Противничество, мне кажется, это было бы поигрышным решением. Это была дерзкая эскапада и оценили на Западе. Смотрите, как русские умело поступили. Но что это приносит самим русским? В общем, ничего. Только потери. Ну и, конечно, вопрос, который вообще невозможно не задать. Это вопрос автокефалии Украинской Церкви и реакции, конечно, Российской Православной Церкви на все эти события. Вот вы мне, как историк, скажите, как все эти события могут разворачиваться? Есть один вариант, два варианта. Будет ли по-настоящему Российская Православная Церковь откалываться от Вселенского Патриархата? Какая может быть реакция других? Будет ли Россия пытаться занять наоборот место Вселенского Патриархата? Вот какие здесь могут быть решения? Мне кажется, реакция российская, она была эмоционально понятной, но чересчур сильной и ошибочной. Знаете, когда мы поступаем, находясь в плену эмоций, мы, как правило, поступаем ошибочно. Толеран учил своих дипломатов никогда не поддавайтесь с первого порыва, он собой искренний. Это хорошо, да. Но будучи искренними, мы совершаем ошибки. И в том, что процесс автокефализации украинской церкви неизбежен. Он был заложен уже в истории наших взаимоотношений, я думаю, даже с 91-го года, но уж абсолютно точно после 2014-го года. И, возможно, стратегически Россия бы выиграла, и русская православная церковь, если бы она сама даровала автокефалию, может быть, еще в 90-е годы, а может быть, и, скажем, года два назад. И, как говорил Синека, благородных судьбами идет, а сопротивляющихся тащит. Вот сейчас она тащит русскую православную церковь. Все равно в этом направлении. Я думаю, что как бы она не сопротивлялась, какие бы она Димарше не предъявляла, а это рассматривается, кстати, могу вам сказать, в Москве и Кремлем как политическая задача, как политическая проблема, не как церковная. Сразу надо отдавать себе отчет, и объявление автокефалии сочетено политическим провалом, не церковным. Это расценивается как исключительно политическая история. И Кремль как бы не пытался помочь, я думаю, что есть некоторые вещи, которые необратимы. Поэтому лучше было бы сейчас не заходить слишком далеко в своем противопоставлении, противостоянии, потому что потом будет труднее возвращаться назад. А то, что назад придется возвращаться, придется договариваться, это несомненно. И договариваться придется в форме переговоров. Вести переговоры между церквями, договариваться об условиях их сосуществования, уже на территории Украины, в том числе это, я думаю, будут и сложные юридические имущественные споры или дискуссии, или переговоры. Но вот позиция «все или ничего» она бессмысленна, поскольку в этом случае точно русская православная церковь ничего не получит. Она понесет только потери. Но на то, чтобы это осознать и смириться с реалиями, знаете, как я говорю, в стадии отношения незалечимой болезни необходимо время. Сейчас стадия отрицания. Пройдет какое-то время и отношение станет более реалистическим. Ну, Валерий, вы мне скажите, это действительно ли для России так важно, чтобы не позволить это сделать? Для российского руководства, для верующих, насколько я знаю, но для массы верующих, даже интеллигентных, это никакого значения не имеет. Они вообще не понимают, что это. Они не понимают, только вот люди, знаете, глубоко вовлеченные, интересующиеся. Хотя из-за того, что люди не понимают, это не означает, что это вообще-то шаг действительно исторический. Действительно исторический шаг. Но ведь Россия в свое время, русская православная церковь, таким же очень похожим образом понимаете. Ну что делать? Нет русского мира, нет этого триединства, все это закончилось. Это исторический сдвиг, в полном смысле слова. Вот так история входит в нашу жизнь, знаете, тихо, не слышно, в виде скандалов. А потом историки будут писать, вот, особенно спустя десятилетия, исторический процесс, историческое решение, исторический сдвиг. Это действительно история. Вот с большой буквы история. Ну что делать? Ну и Валерий, живем в ней, да, переживаем каждый день, да, фактически. Валерий, а вот скажите, в каком положении сейчас российская оппозиция, вот российская оппозиция, это равно Навальный, или это еще какие-то люди новые, появившиеся, или это из прежней когорты оппозиционеров, но они как-то изменили свои позиции, перегруппировались? Навальный самая известная и самая популярная фигура российской политики, оппозиция, оппозиционной политики, поэтому, конечно, очень часто ставится знак равенства между ним и оппозицией вообще, но есть другие оппозиционные лидеры, они, не столь известны, не столь влиятельны, но вот из молодых и имеющих, на мой взгляд, хороший потенциал, я бы назвал, допустим, Дмитрия Гудкова. Но проблема российской оппозиции в том, что она не может выработать стратегию действия, то есть она не может выработать стратегию действия и консолидироваться вокруг этой стратегии, ее поведение реактивно, то есть власть, и она реагирует на действия власти, вместо того, чтобы попытаться сформулировать стратегию и навязать власть попытаться и общество предложить собственную поведку. Сейчас условия для этого как нельзя более благоприятная, могу сказать, потому что власть даровала оппозиции колоссальный подарок в виде пенсионной реформы. Это колоссальный подарок, который можно было бы использовать. К сожалению, оппозиции не хватает или ума, или силы воли, возможно, и того, и другого, для того, чтобы воспользоваться теми преимуществами, которые ей предоставила сама власть. Ну и последний вопрос, конечно, нам же очень интересно, если мы говорим о возможном даже неприемнике, но вдруг преемнике, или людях, которые стали ближе к Путину, стали более влиятельными, то вот какие фамилии мы можем называть? Ведь в этом смысле ничего не изменилось. Не изменилось. Есть 10-12 человек, это ближний круг Путина, его референтные лица, которым он доверяет, на которых он считает возможным положиться. Ну вот из известных вам, допустим, Путин очень доверяет премьеру Медведову, в высшей степени ему доверяет, он очень доверяет Золотову, командующему национальной гвардии, он доверяет главе своей администрации, Вайну, да, из людей там экономических, допустим, он доверяет Кудрину, он доверяет Набиулиной, ну и есть друзья его детства, это Рутенберги, это друзья попозже, которые у него появились Ковальчаки, он им очень доверяет, в высшей степени, вот, ну число, да, Сечин, естественно, крайне влиятельный человек, один из самых влиятельных, Чемизов, ну, я вам никого нового не назвал, это все те же, и это главное, чего Путин требует от тех, кого он назначает, он хочет испытывать по отношению к ним доверие, значит, он от них требует лояльности, и ощущение, по крайней мере, в назначении губернаторов, что лояльность важнее компетентность, ну, желательно, чтобы они сочетались, конечно, но не всегда это возможно, иначе бы он не назначал своих бывших охранников губернаторами. Ну, и насколько санкции западные могут влиять на вот этот тесный круг Путина, то есть, и в принципе... На этот тесный круг санкции могут повлиять только в одном смысле, они его сплачивают. Вот этот тесный круг, но есть другие круги, находящиеся за рамками этого круга, это тоже элита, в том числе финансово-экономическая, у нее другое настроение. Ей все это категорически не нравится, но она никогда не выступит против президента. Никогда. Это исключено. Она боится. Она чрезвычайно боится не то, что что-то сделать, даже что-то сказать, или даже просто подумать, когда они в Россию, в Москве, они даже подумать об этом не решаются. Не могут об этом думать и говорить только, покидая пределы Российской Федерации. Но что-либо сделать, поверьте, это абсолютно исключено. Но другое дело, когда начнется тратчик кризис, и власть начнет слабеть, они не окажут никакой подвержки, наоборот, они в этом случае подвержат оппозицию. Валерий, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что уделили время. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что Валерий Соловей был сегодня у нас в гостях по скайпу, так нам повезло. А вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это был Укрлайф ТВ. Спасибо.